Где? Сказка вторая, сказка первая, сказка третья, сказка четвёртая. Приветствую вас, ценители интересных историй! Сегодня я расскажу вам четвёртую сказку о путешественнике. Сия история потребует от вас надевание наушников. Поверьте, лучше сделать это прямо сейчас. Потому что если слушать её через колонку смартфона, 50% атмосферы улетает просто вгузно. Давай, девай. А, сказка называется «Помешивая на костре похлёбку, путешественник вслушивался в тишину леса. Со стороны дороги послышался звук копыт, и через мгновение к костру выехал всадник». Приветствую, странник. Могу ли я присоединиться к твоему костру? Путешественник не возражал, однако попросил рассказать, откуда человек едет так поздно. Очень долго я скитаюсь по дорогам в поисках мудреца. Видишь ли, только он может указать к пещере с гранатовым цветком. Такие цветы могут исцелить все тяготы души. Один такой может помочь моей жене. Она больна душой, и, возможно, её время уже на исходе. Он сжал кулаки. Путешественник спросил у него, как может болеть душа. Сидящий у костра человек хрипло рассмеялся, но тут же стал серьёзным. «Удивительно, да? Вообще, я простой солдат. Был на войне, многое видел. Казалось, ничто уже не ужаснёт и не удивит меня. Но однажды мы с парой товарищей выполняли задание. Нужно было проверить одну крепость. Там-то всё и случилось. Неведанные силы убивали нас одного за другим». Задумавшись, солдат прервал свой рассказ. «Путешественнику пришлось напомнить о себе». «Так вот», — продолжил солдат. «Я один в живых остался. Смог разобраться с этой тварью. Но попал под её предсмертное проклятие. Хотя тогда не подозревал об этом. Вернулся домой, обняв жену. И почувствовал, как из груди рвётся что-то. Тьма вышла из меня, войдя в жену. И с тех пор она истязается этой тьмой. Один врачеватель посоветовал мне найти цветок. И с его помощью помочь жене. Он посмотрел путешественнику в глаза. Такая вот история. Путешественнику стало жаль солдата. И он предложил свою помощь в поисках мудреца. На что тот согласился. Долгие недели они бродили в поисках. С каждым днём солдат всё больше отчаивался найти мудреца. Путешественник как мог подбадривал его и вселял надежду, которая вскоре оправдалась. На одной из дорожных развилок они наконец встретили старца. Тот рассказал, что действительно знает, где находится пещера с нужным солдату цветком. Но просил сначала сопроводить его домой. Они согласились и отправились к мудрецу. Придя к дому, мудрец предложил обсудить всё за ужином. Он пригласил их в столовую, а сам ушёл на кухню готовить ужин. Солдат был счастлив и в нетерпении. Ведь совсем скоро он сможет помочь своей любимой жене. Тем временем путешественник решил помыть руки перед едой. И отправился на поиски умывальной комнаты. Но случайно забрёл подвал, заполненный костями людей. Послышался хруст, и по спине путешественника пробежали мурашки. Он повернул голову в сторону хруста. И прямо перед его лицом возник смеющийся череп. Путешественник решил поинтересоваться у черепа, что его насмешило. Я тоже ужинал мудреца. И как видишь, всё ещё тут. Скоро и ты окажешься здесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Продолжил смеяться череп. Путешественник поспешил уйти из подвала и рассказать обо всём солдату. Узнавший о замыслах мудреца, солдат рассердился. Путешественник предлагал уйти. Но солдат был против. Он предложил дождаться, когда старик всё расскажет. Вернувшийся с кухни мудрец накрыл на стол, пожелал приятного аппетита и стал рассказывать, где пещеру найти. Закончив рассказ, мудрец заметил, что гости к еде совсем не притронулись, а потому спросил, в чем дело. «Не будем мы твою отраву есть!» – вскричал солдат. «От тебя смердит ложью! Мы знаем про подвал!» Лицо мудреца стало мрачно. «Вам не следовало туда ходить». «Не тебе решать!» Вытащив меч, он пронзил сердце мудреца. Лежа на полу, зажимая рану от меча, мудрец пытался что-то сказать путешественнику, но был слышен лишь хрип. «Пойдем! Нам нужно найти пещеру!» Бросив последний взгляд на мудреца, путешественник поспешил догнать солдата. Было холодно и пахло сыростью. Они продвигались по темному ущелью, в конце которого виднелся свет. «Невероятно!» – воскликнул солдат. Восхищаться действительно было чем. Выйдя из ущелья, их взгляду предстал прекрасный светящийся цветок, произраставший в сводах пещеры, окруженной мерцающими сталактитами. Было жаль погружать это великолепие во тьму, но солдат вспомнил свою несчастную жену, терзаемую тьмой, и сорвал его. «Этот свет исцелит ее душу! Спасибо, путешественник, за твою поддержку! Без тебя у меня бы ничего не вышло!» По щеке солдата скатилась слеза, и вместе с ней ушла тяжесть его сердца, уступив место надежде. Они развернулись ко входу в ущелье, собираясь покинуть чудесную пещеру, как вдруг услышали голос за спиной. «Милый мой, куда же ты? Твоя жена здесь!» Удивленный солдат обернулся, узнав голос своей жены. «Я здесь, живая, здоровая!» Путешественник заметил, что из рук солдата исчез цветок. Не веря глазам своим, солдат подошел к девушке. «Ну как же так? Как ты тут оказалась? Неужели цветок имеет такую силу?» «В счастье от выздоровления жены он обнял ее?» «Да!» Девушка обняла солдата в ответ. «Ты проделал длинный путь». Ее объятия становились сильнее. «И по пути ты гнусно убил моего батюшу, а теперь, батюшу сын!» Ее голос стал преображаться, как и она сама. На месте девушки огромное извивающееся растение прижимало к себе солдата. Он пытался освободиться, но все было напрасно. Путешественник хотел было помочь ему, но был прерван криком существа. «Я доберусь и до тебя, мирский путь!» В его сторону устремилась одна из лиан растения. Тогда путешественник побежал. Бежал так быстро и так долго, как только смог. В маленький домик зашли двое охотников. Их удивила открытая нараспашку входная дверь. «Господин мудрец, где вы?» Позвал хозяина дома старший охотник. Они прошли вглубь дома, осматривая все комнаты, и, наконец, достигли столовой, в которой лежал труп мудреца. «Кто мог так подло поступить?» Младший охотник подошел к телу мудреца, чтобы рассмотреть его. Закололи старика. Эх, добрейшей души человек был. «Смотри-ка, он что-то написал кровью. Имена убийц?» «Ведьма!» «Это его, что ли, ведьма заколола?» Внезапно из подвала послышался грох. «Ну-ка, неужели убийца еще тут?» С азартом вытягивая из ножен клинок, младший охотник первым направился к подвалу. «Прыткий какой! Меня подожди!» Подвал был темным и казался совершенно пустым. «Странно!» Протянул старший охотник. Из угла послышался звук цепей. А мгновение спустя перед ними стояла милая девчушка. «Помогите, дяденьки! Разбойники меня похитили и тут заперли!» «Это и хозяина дома они так?» Спросил младший, подходя к девочке. Девочка лишь кивнула и попросила найти ключ от наручников, который они нашли в кармане мудреца. «Вот черти! Запрятали ключи, еле нашли!» «Странное место они выбрали!» Задумчиво проговорил младший охотник, пока открывал наручники девочке. «Свободно!» Ухмыльнулась девочка и одним взмахом руки отрубила головы охотникам. Сказки вам рассказывать дело замечательное, но вот комментарии ваши читать ещё лучше. Не забывайте, что лучше смотреть сказки по порядку. До встречи! Гримёр, гримёр, пожалуйста, хелп ми, хелп ми, гримёр! Я не настолько страшный, насколько могла бы быть. Спасибо. Кто? Блин. У меня обе руки заняты.